МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу «Тема дня. Здравствуйте!» Сегодня поговорим о краснокнижных видах Карелии вместе со специалистом по белке-летяге и увлечённым искателем северных орхидей Еленой Кулебякиной. Елена, здравствуйте! Довика, здравствуйте! Когда занимаешься биологией, наверное, сложно остановиться на чём-то одном? Ну, биология довольно многогранная наука, если вы об этом. И, пожалуй, очень много разных отдельных областей в ней. Соответственно, специалистов тоже работающих по разным областям очень много. Специалисты все достаточно узкопрофильные. И, ну, вот кто-то работает в лабораториях, кто-то на производстве работает, кто-то по морям, по долам скитается так же, как я, кто-то всё это совмещает. Ну, это не я точно. Я себя позиционирую как вот поисковика краснокнижных видов и новых видов для разных ООПТ тоже. А вот долгие годы вы занимались белкой-летягой. Продолжаете ли вы изучение этого зверка сейчас? Продолжаю, конечно. И в 2010 году я защищалась, и с этого момента исследования не останавливаются. Я и до того, как работала в Адлазерском парке, занималась литягой, и в Адлазерском парке продолжаю эту работу тоже. И ездим мы по разным ООПТ по России, по приглашениям, и ищем литягу, там находим. Но наша задача в основном найти литягу, обнаружить. Остальное уже делают специалисты на месте. Ну вот как это сделать? Как её найти? Как её найти? Находят её очень просто. Методика поиска литяги, она происходит по помёту. Вы ищите помёт литяги. Обычно, поскольку литяга скрытный зверёк, который ведёт ночной и сумеречный образ жизни, вы её так просто в лесу не найдёте, не встретите. Даже бывалые охотники, которые в лесу очень много времени проводят, редко кто из них видит литягу. Единственный человек, которого я встретила в своей жизни, он сказал, да, я знаю, кто такая литяга, что редкость. Обычно никто не знает, что это за зверёк. Я её видел часто. Это был человек, который живёт на берегах Лены. Вот там её больше. И вот этот кадр с помётом, он, в общем-то, демонстрирует нам, как её искать. Её ищут по следам жизнедеятельности. И в биотопе, подходящем для литяги, вы находите помёты. Таким образом, можно подтвердить, что вот конкретно в этом месте она есть. Чем она особенно? Ну, редкий зверёк. Это редко её можно увидеть. Её, в принципе, не очень много. Конечно, не так много, как обычных белок. В разы меньше. У неё интересный образ жизни очень. Она живёт в дуплах, как правило. В дуплах, которые делает большой пёстрый дятел. Ну, у нас это осины по всему северо-западу, осины. Дупло ещё должно быть очень хорошим, комфортным, соответствовать многим-многим критериям. Литяга в плохом дупле жить не будет. Ну, что ещё? Её полёт очень интересен. Который, в общем-то, даже и не полёт, а планирование с высокого места куда-то вниз. С дерева на дерево или с дерева на землю. Ну, и она может преодолевать ещё такие довольно большие участки. 30 метров в среднем. Вот, бывало, что и до 100 метров преодолевала, но 50 метров по воздуху дальше, пешком или по воде. Вот. Ну, чем ещё она может быть интересна? Внешний вид у неё такой крайне специфический. Перепонка её в связи с образом жизни тоже интересна. Она просто очень хорошенькая. А вот как специалист по литяге заинтересовался поиском орхидеи в Карелии? А вот почему вы спросили? Ну, это совершенно разные в области зоология, ботаника. Получается так, что по моей работе я вынуждена разными делами заниматься. А с орхидеями очень такая интересная история получилась. В Адлазерском парке есть детский лагерь Калипсо. Ну, очень известный, такой популярный среди детей и родителей. Вот. И я в то время приводила в порядок базы данных парка. И в том числе орхидными занималась, подбивала все орхидны. И встал вопрос про орхидею Калипсо. Какая история вообще находок Калипсо в парке, где она растёт? И выяснилось совершенно невероятно, что единственная находка Калипсо в парке была в 1955 году. То есть это ещё до организации парка. Там ещё и парков помине не было. И вот этот человек, который её нашёл, никто не знает, кто это. Я наводила справки. Возможно, это какой-то студент, который поехал на практику. Ему просто повезло. Та единственная Калипсо была собрана в Гербарий. И хранится сейчас в Карельском научном центре в Гербарии. Ну и, в общем, так получилось, что это была, видимо, единственная Калипсо. Потому что с тех пор 4 года на территории Вадлазерского парка мы её ищем. С 2019 года. По 2-3 экспедиции в год. И пока я не нашла ни единой штуки. В парке у нас. То есть мечта, она есть. И пока она ещё не сбылась. Но где-то же вы её нашли, да, в этом году? Где-то я её нашла, да. Нашла в этом году. Мы были в Панаярве. Вот. И мы нашли там 258 штук Калипсо. Ну, то есть, чтобы вы понимали, за 4 года в Адлазерском парке Калипсо 0. За 3 неполных дня в Панаярве 258 экземпляров. Ну, в общем, тут есть над чем подумать. Специально искали или случайно? Мы искали специально её, да. Я ехала в Панаярве по приглашению искать летягу, во-первых. Ну, мы смотрели участки леса такие, более или менее подходящие для летяги. Их было немного, но летяги мы там не нашли. И я ехала посмотреть. У них есть несколько известных точек Калипсо, где уже был найден цветок. И мы поехали туда. Но наш большой успех заключается в том, что мы вот эти точки не только расширили карту распространения. Нашли очень много других экземпляров, о которых не знали раньше. Но мы нашли 3 совершенно новых места обитания. И более того, мы поняли, где искать дальше. В общем-то. И я думаю, что в ближайшие годы, если мы будем продвигаться теми маршрутами, которые запланированы, но это будут уже делать сотрудники парка, я думаю, что мы не меньше тысячи можем экземпляров ожидать Калипсо там. Так что по поводу гербариев, я не собирала бы редкие виды в гербарии. И с Алексеем Васильевичем Кравченко мы все время спорим по этому вопросу. Ну, как не спорим, а дискутируем. И вот я против того, чтобы собирать в гербарии виды. Но я понимаю, что это надо делать. Как-то, не знаю, пока не решенный вопрос до конца. Это чтобы задокументировать для науки, да? Это чтобы задокументировать, да, и подтвердить, что действительно она была. Сейчас я считаю, достаточно фотографий, но многие виды по фотографии не определить. Потому что есть исходные виды, которые, ну, какими-то мельчайшими деталями различаются. Грибы, например, любят так себя вести. Для того, чтобы определить гриб, некоторые виды надо разрезать вдоль, посмотреть, что внутри. Некоторые надо понюхать. У некоторых надо споры посмотреть, ну и так далее. Вот, но в Адлазерском парке у меня уже три таких случая, когда вид был собран в гербарии. И это была единственная уходка, пока не нашли, не наткнулись вообще ни на один. Как-то так. Давайте к орхидеям вернемся. Какие еще виды можно увидеть в Карелии? Вообще, мне кажется, что многие даже не знают про то, что орхидеи у нас есть в нашем регионе. На слуху у всех только венерин башмачок, и все. Ну и венерин башмачок на слуху, потому что это яркая, красивая орхидея. Она достаточно высокая, она по колено примерно вырастает, и цветки у нее такие бросающиеся в глаза. А другие орхидеи, как правило, незрачные. Ну почти все наши орхидеи. На самом деле у нас много орхидеи. Ну десятка-два смело можно насчитать. Вот тайники, например. Эта фотография сделана в Панаярве недавно совсем. Там тайники меня поразили тем, что вот этот конкретно тайник, он очень маленький, просто микроскопический. У нас чуть побольше, сантиметров до 10 вырастает. Есть еще вот этот сердцевидный. Тайник овальный есть. Он когда развернет листочки, они будут как два овала, похожие, ну только яйцевидной формы. И вырастает она сантиметра до 30. Цветки довольно невзрачные у всех, сейчас покажут, вот будет видно. Вот эта конкретная фотография, я считаю, моя маленькая такая заслуга уже или в чем-то навык, потому что конкретно этот тайник я определяла по нераскрывшимся листьям. Вообще с определениями орхидеи с некоторыми видами достаточно сложно все. Пальчатокорейники, например, не всегда даже специалисты могут определить, потому что очень много гибридов между ними, между разными подвидами. Вот это прекрасный совершенно цветок гнездовка. Гнездовку мы находили вот в таком виде, в цветущем. Бесхлорофильное растение, оно прозрачное, выглядит как восковое, тоже сантиметров 20-30, наверное. Если обыватель наткнется на гнездовку в лесу, то он ее просто не пропустит, потому что она бросается очень в глаза. Красивый такой цветок. И после нее остаются, правда, сухие такие соцветия, мы уже по сухим соцветиям тоже ищем, можем в следующем году найти какие-то места обитания. Гнездовка примерно в июле-августе цветет, но в этом году гнездовка поразила всех, она расцвела в июне. Вот такое тоже в природе случается. Это у нас мякотница, я вижу. Очень невысокое растение, в отдельных местах обитаниях его достаточно много, но мы у нас в парке наткнулись всего на два места обитания. Одно было совершенно не характерное. Находилось оно в сосняке-беломошнике, не характерное для мякотницы места обитания. Но мякотницу, наверное, можно упустить. Что касается гудайеры, она совершенно микроскопическая, ее вообще все пропускают, потому что это вот такой маленький, что-то вроде подорожника, растущее в хвойных лесах, на почве такие коврики, аккуратненькие, среди мха. Я думаю, что многие грибники даже, которые ходят по лесу, они вряд ли ее замечают. Но люди, которые примерно понимают, что такое орхидея, они сразу обратят внимание на лист нетипичный. Когда я в первый раз встретила гудайеру, я еще не знала, что такое растение вообще существует, я увидела листик и какой-то сухой стебелек. Я сразу поняла, что листики орхидного какого-то, но пришлось искать, что это. Приехала домой с находкой этой фотографии, и быстро довольно-таки мы ее определили. Но она тоже такая довольно невзрачная. Так это у нас любка, наверное, да? Любка здесь не расцвела еще. Любки очень много по тропинкам, вдоль тропинок и дорог лесных. Когда она цветет, ну это вот сейчас, например, чуть пораньше, в июне, год от года в разное время. У нее очень красивые белые цветки, которые приятно пахнут. Они пахнут еще вечером, ну вот еще даже лучше, чем днем. И это для нее беда, потому что люди собирают букеты, чего, конечно, делать смысла нет совершенно. Во-первых, не стоит этого делать, потому что не надо собирать цветы в лесу, особенно какие-то вот орхидные или редкие цветы. Ты же в любом случае не знаешь, какой ты цветок собираешь, редкий или нередкий. А с другой стороны, они очень быстро вянуты, поэтому я не вижу смысла вообще в этом занятии. С пальчатокарениками тоже вот интересно. Их тоже очень много в лесах. И люди, если гуляют по тропинкам и по дорогам, они не пропустят, потому что цветок яркий, заметный. И вот это, наверное, основная орхидея, благодаря которой люди знают, что на севере у нас орхидеи цветут и растут. Вот этот вот вырос на болоте, но вообще ее по дорогам очень много. Очень красивые цветочки, яркие. Это то же самое, только в зачаточном состоянии. Вот тут листики выползли. Они все разные, пальчатокареники. Есть бледные листочки без крапинок, есть пятнистые такие, есть красноватые. Ну вот, как я уже говорила, подвиды разные. И поэтому вот они все разные. Ну и есть морфы разные, наверное, тоже. Вот разновидность. Елена, каковы шансы у обывателя встретить орхидеи в лесу, если быть внимательным? Где их искать? Ну вот если быть внимательным, как я уже говорила, пальчатокареники, ну вообще не надо быть внимательным, они им бросятся в глаза во время цветения. Гудайеру, да, нужно уже внимательнее приглядываться. Зная биотоп, если ты ходишь по хвойному лесу, елово-сосновому, то она там, как правило, будет. Это должен быть такой немножко влажный. Во мху она растет. Ну а для калипса придется потрудиться. Я знаю только один случай находки. Вот мне сообщили, что встретили случайно, делали таксацию и увидели тоже в нетипичном месте обитания один цветочек. Ну она цветет всего неделю в году. Увидеть ее, как правило, можно только во время цветения. Потому что после цветения остается только листочек, а листочек, как обычно, не бросается в глаза тоже. Он немножко похож на лист подорожника, но есть, конечно, отличия значительные. И кто уже знает, что такое орхидея, он может по листочку найти. Но там жизненные циклы интересны, потом листочек исчезает. Ну вот шанс найти неделю в году, наткнуться случайно. Потому что с местопобитаниями тоже по калипсу все очень странно. Те местопобитания, которые, ну вот как правило, в которых ищут такие влажные, прохладные, тенистые ельники, ну вот как вот везде пишут, они растут именно в таких местах. Вот мы приехали на Панаярви и нашли в таких нетипичных местах, что сами удивились, насколько все прогнозы для этой территории не работают. Ну это от почвы, наверное, зависит, да? Мы выделили ряд факторов, которые позволяют нам прогнозировать, где будет встречаться калипсо. Первый фактор, да, мы считаем это почвы. Я привезла пробы почв в Панаярви, мы сейчас их будем смотреть, вот именно с места произрастания калипсо. И в этом году почвоведы ездили к нам на территорию, делали свои вот пробы, брали в отдельных местах, копали. И мы надеемся сравнить и посмотреть, насколько хороши наши почвы. И если конкретно Навадлазери нехороши, то, опираясь на опыт Панаярви, мы будем уже искать в Архангельской области, потому что у нас парк находится в двух субъектах, в Архангельской области и в Карелии, мы уже уедем в Архангельской области, будем там искать в местах скальных выходов, например. Есть еще много других красивых фотографий подготовили сегодня? То, что вы прислали, может, посмотрим? Да, давайте посмотрим. Это другие наши находки чудесные. Вот с этим жуком получилась такая почти детективная история. Ну вот я хочу сказать, мое наблюдение, что если ты встречаешь в лесу, в поле что-то яркое, необычно себя ведущее, какое-то тоже такое вот выдающееся внешне, то, скорее всего, это будет краснокнижник. Вот с этим жуком получилось точно так же. Я смотрела летягу как раз на территорию, возвращалась, на базу возвращалась и увидела ползущего по осине какого-то очень красивого красненького жучка. Я подумала, что надо, наверное, сфотографировать жука, кому-то пригодится. Вот, скорее всего, это какой-то древесный жук, который питается древесиной, и наверняка на каких-то погибающих деревьях, пригодится нашим студентам, которые сейчас занимаются как раз этой темой, работают на территории. Жука я сфотографировала. Он дал себя сфотографировать, хотя бегал активно. Приехали домой, стали определять. Оказался жук-плоскотелка. Наши энтомологи были потрясены. Крайне редкая находка оказалась. Лена, где вы его нашли? Ну, где вот жук просто полз? Ну, такой красненький, сфотографировали. Действительно, очень редкая находка. Крайне редкая. И вот у нас вышла статья по поводу этого жука. Он с каким-то другим насекомым разделил свою славу. Вот. Так что такой популярный жук. А вот это вот? Это гриб саркосома. Красная книга Российской Федерации. На минуточку. Выглядит очень симпатично. Такой аккуратненький котелочек с бархатными стенками, коричневыми. А внутри такая субстанция. Черная материя в нем. Сначала выглядит плотно, потом становится слизистой. Ну, тоже вот он невысокий. Есть поменьше, есть побольше. Ну, вот сложно сказать, можно ли их увидеть. Наверное, да, можно. Если обращать внимание на подстилку, на то место, по которому ты идешь, на лесную подстилку, то ты их увидишь, естественно. Мы в этом году, когда поехали в очередной раз за Калипсо, Калипсо не нашли, но зато нашли место обитания с 33-мя саркосомами. Это тоже довольно большое количество, потому что их находят по одной, по две в разных местах. Ну и парочку нашли в Панаярве. Это для них новый вид был, которого еще не было в списках. Ну, там она уже плохо выглядела. Мы неделю спустя поехали. Ну, вот она тоже примерно неделю где-то в лесу показывает себя, потом сходит на нет. Это ложный ежовик, он же псевдо-ежовик. С ним произошла чудесная история. У нас это была находка неожиданная в парке. Как раз, когда у нас были съемки фильма «Неслабая наука», мы на ложный ежовик случайно наткнулись. Когда я показала специалистам, они сказали, что такого гриба еще не видели, знают, что это, но не видели. Этот гриб тоже очень популярен. В каком плане? Когда вышел даже еще не фильм, а репортаж о нашей поездке, на ложный ежовик обратили пристальное внимание. Почему-то именно на него, хотя он не краснокнижный, он просто первый раз встречен. Маленький такой грибочек. Мы их нашли около пня. Их, наверное, штук семь было разного размера. Тут макро снято. Написали с первого канала, нам хотим снять ваш ложный ежовик. Я говорю, не самое удачное сейчас время для ложного ежовика, потому что грянули морозы, и ложного ежовика не стало. Давайте мы вам другие виды покажем. Но почему-то они захотели именно вот этот. Такие, нет-нет-нет, нас интересует только ложный ежовик, давайте мы дождемся его. Ну, хорошо, как хотите. Пожалуй, так. Ну, не знаю, чем привлек, но интересный. А вот это вот что за гриб? Вот это очень интересный гриб. Здесь даже не один гриб, их два. Бисонектрия и второй тоже с таким же непроизносимым названием. Мы нашли в этом году его на нашей территории впервые. Для нас это новые виды. И приехала, когда я в Панаярви, там тоже его нашли. Но сейчас для него, видимо, тоже сезон. С этим грибом тоже крайне интересная история. Вот эти грибы растут в симбиозе. И они растут только на моче травоядных животных. Конкретно вот эти вот выросли на моче лося. Почему мы об этом знаем? Потому что вот это были лосиные тропы. И там очень много помета лосиного было. Ну и, соответственно, где ему еще расти? А вообще с этими грибами такая интересная история. Там есть тоже подвиды различные. И их можно как раз определить по тому, на моче какого животного они растут. То есть разные подвиды соединяются по какому-то интересному принципу. Я не знаю по какому. В пару между собой. И еще они на моче разных животных травоядных растут. Очень интересная с ними история. Выглядит ярко. Тоже сразу бросились в глаза. Мы полезли в какие-то буреломы смотреть точку. И нашли только его там, на этой точке. Ну, я считаю, хорошая находка. Вот плюс два новых вида. У нас, к сожалению, остается немного эфирного времени. Давайте еще одну фотографию посмотрим. И еще один вопросик. Давайте тогда другую какую-нибудь фотографию. Это гриб растущий на сосновой шишке аури скальпиум. Который тоже в симбиозе с сосновой шишкой. С симбиозом у грибов вообще крайне интересно все. Это гриб лентария вздутая. Она тоже небольшая вот такая. Эту мы нашли на поваленной осине умирающей. Осина упала ветровалом, ее уронила. И вырос этот гриб. Мы его сначала сфотографировали. Ну и, в общем-то, этим ограничились. Но когда вернулись домой и показали специалистам-экологам фотографию, они сказали, что нам нужен образец. Потому что есть похожие виды. Это как раз тот самый случай, когда есть похожие виды. И надо определять по спорам. Пришлось сделать вылазку еще одну на территории. Собрать. И в это оказался краснокнижный вид. У нас тоже вот такая новая находка. Красная книга. И мы очень довольны. Елена, ваша должность в Национальном парке Вадлазерский. Это специалист по экологическому мониторингу. В чем суть этой работы? Ну, вообще, мониторинг — это постоянное наблюдение за какими-то природными. Ну, вот в данном случае природными. Процессами и явлениями. То, что касается моей работы, то специалист по экологическому мониторингу — это просто название должности. Два года назад я была научным сотрудником. Фактически, по сути, моя работа не поменялась. В первую очередь, мы занимаемся заполнением списков видов. Ищем новые виды на нашей территории. И сводим все исследования, которые делаются и нами, и сторонними специалистами на нашей территории, сводим воедино. Получаем результаты, анализируем. Ну, и дальше идут на другие уровни уже эти результаты. Спасибо. На этом завершим. Желаю вам успехов в научной работе. Спасибо большое вам. Хорошая беседа получилась. Плодотворная. Я тоже так думаю. Вы смотрели программу «Тема дня». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова